Дмитрий Алексеевич, Тульская область по итогам 2013 года вошла в пятерку субъектов Центрального федерального округа по росту промышленного производства. Но в целом по стране ситуация гораздо хуже. Как удалось? Я думаю, удалось во многом благодаря отраслевому подходу. Этот подход был несколько новым для нас. Мы в уходящем году завершили ряд форсайт-совещаний с привлечением широкого круга экспертов по каждой из базовых отраслей промышленности. В их числе у нас, конечно же, химия, металлургия, машиностроение, легкая промышленность и целлюлозно-бумажная промышленность. По каждой из них мы пригласили большое количество экспертов и оценили перспективы отрасли, меры поддержки, наиболее актуальные в настоящее время, с учетом современного кризиса, который в таком достаточно депрессивном... То есть вы все-таки употребляете слово «кризис». Да, я употребляю слово «кризис», и я думаю, что мировые тенденции таковы, что на самом деле мы сейчас имеем заведление всех экономических процессов, начиная с деловой активности. И в этот момент нам необходимо предпринимать ровно те меры, которые наиболее востребованы обществом, наиболее востребованы бизнесом. И благодаря вот этим форсамент-проектам мы определили наиболее актуальные темы и меры поддержки. И, по сути, уже смогли в прошлом году не просто эти меры поддержки наметить, но и начать их реализовывать. Что за меры поддержки для какой-то определенной отрасли? Примером является непосредственно представление субсидий из бюджета Тульской области нашим машиностроительным предприятиям. Субсидии выдаются на выплату процентов по инвестиционным кредитам. Соответственно, уже в прошлом году у нас первой ласточкой стал Туламашзавод, который реализует проект создания нового гальванического производства стоимостью 400 миллионов рублей. Соответственно, мы во многом способствовали тому, чтобы этот проект был реализован из бюджета Тульской области. Уже в прошлом году были выделены средства на субсидирование процентов по инвестиционному кредиту. Перемотаем пленку. Если вернуться на начало 2013 года, какая тогда стояла перед вами цель, перед вашим министерством? И приходилось ли ее корректировать? Цель, она неизменна. Это достижение опережающих темпов промышленного роста, обеспечение пополнения бюджета регионального. Во многом благодаря, соответственно, НДФЛ и налогу на прибыль. Чтобы обеспечить стабильный доход по налогу на прибыль, надо, чтобы предприятия реинвестировали, чтобы поддерживали свою эффективную деятельность. Это можно добиться только благодаря дополнительным мерам поддержки, реальным, не декларативным, которые предприятия не только почувствуют на себе, но и смогут скорейшим образом воспользоваться. И мы добились этого. И в прошлом году не только вышло постановление, но мы уже по нему начинаем распределять деньги. Планку-то корректировали, понижали или все равно держали и в итоге ее выполнили? По стране ее постоянно понижают, правильно? Сейчас, в Тульской области. Я бы сейчас сказал о том, что, во-первых, прогнозное значение индекса промышленного производства по итогам года, мы рассчитываем, будет порядка 104%. Мы узнаем более точную цифру уже в ближайшую неделю. Но 104% безусловно опережающий показатель в целом по России и по ЦФО. И достигнут он во многом благодаря тому, что предприятия, не испугавшись кризиса, а удостоверившись, что правительство Тульской области готово содействовать даже в столь непростой ситуации, не сокращают свою производственную программу. Более того, многие входят в реализацию инвестиционных проектов, несмотря на кризис. И я думаю, это правильно. И мы смогли добиться общего понимания, что на падающем рынке реализация инвестиционных проектов также является достаточно выгодным вложением. В конце декабря вы ездили с командировкой в Бразилию. Да, совершенно верно. Когда вы вернулись, вы сказали, что многие иностранные партнеры заинтересованы в том, чтобы вкладываться в создание центра станкостроения в Тульской области. Вообще, на какой стадии идея создания этого центра? В этом направлении подвижек достаточно много. Мы сейчас можем говорить уже о создании нового совместного производства на базе АК Туламашзавод. То есть, уже станки иностранных производителей будут в отверточной сборке. Уже в этом году, в 2014, собираться на базе АК Туламашзавод. Но мы считаем, что предприятие настолько уверенно стоит на ногах, что оно не должно ограничиваться какой-то одной номенкатурной позиции, а готово, по сути, работать с разными иностранными компаниями. В числе таких компаний может, безусловно, быть станкостроительная компания «Роми», известный международный производитель штаб-квартира, которого находится в Бразилии, которую я посетил. Кроме компании «Роми», для нас интересна бельгийская компания «Эршталь» и, соответственно, организация производства, сборки охотничьего оружия на базе АК Туламашзавод. И далее. Мы стараемся сейчас прорабатывать линейку иностранных танкопроизводителей, машиностроительных компаний, которые готовы создать на Тульской земле СП с нашими традиционными производителями. Ну а цель-то какая и какому сроку? Значит, в настоящий момент мы находимся в стадии переговоров. По сути, собственники обсуждают возможные условия реализации. Но уже сейчас можно говорить о том, что СП Туламашзавод с иностранной компанией создано, и мы рассчитываем уже в этом году на начало отверточного производства. Опять же, в декабре в Москве прошел деловой завтрак с инвесторами, и губернатор говорил о необходимости создания кластеров. Каких? В создании кластеров, на мой взгляд, необходимо исходить из того промышленного потенциала, который в настоящий момент сложился. Основой этого промышленного потенциала являются наши базовые отрасли, по которым мы провели форсайт-совещание, и по которым мы дальше планируем фокусно работать с нашими лидирующими компаниями. Я начну прямо по отраслям. Если говорить о химии отрасли, которая наибольший вес в объеме отгруженной продукции составляет, то у нас здесь две точки роста. Это компания Щекин Азот и компания Еврохим с площадкой новомосковского азота. В данном случае и та, и другая компания имеют инвестиционные программы до 2017 года, которые превышают десятки миллиардов рублей. Мы рассчитываем, что несмотря на кризис, эти инвестиционные программы будут реализованы. То есть первый кластер – это химическая промышленность? Химическая промышленность, но это не один кластер. Я бы говорил о двух кластерах. О кластере как совокупности предприятий, которые определяются не только отраслевой, но и территориальной направленностью. Первый Новомосковск? Да, Новомосковск и Щекин Азот. Какие еще кластеры будут создаваться в Тульской области? Мы планируем сохранить отраслевой подход, при этом реализовывать этот отраслевой подход с учетом комплексного развития территории. Поэтому от традиционного понятия кластера я бы сейчас отошел, потому что в отличие от Калужской области, у которой промышленный потенциал несколько скромнее, промышленность Тульского региона более диверсифицирована, у нас гораздо больше площадок. Я с большим уважением отношусь к той промышленной политике, инвестиционной политике Калужской области, которая сейчас реализуется, но все-таки мы находимся в разных условиях. Калужская область приступила к реализации собственной инвестиционной программы, по сути, 10-15 лет тому назад. Но в 2009 году они приняли вот эту стратегию развития своих кластеров? Да, но при этом основой стратегии этих кластеров являлась, по сути, более чем пятилетняя работа. Пятилетняя работа по мониторингу и оценке перспектив дальнейшего развития. А мы сейчас вынуждены, получается, догонять, правильно? Мы вынуждены, во-первых, догонять, безусловно, но кроме того, надо принять во внимание, что изначально наша промышленность более диверсифицирована, чем Калужская. И сейчас мы, на мой взгляд, находимся в более сложном положении, потому что наш промышленный потенциал требует, что называется, индивидуального подхода. И мы работаем не столько с кластерами, сколько с конкретными предприятиями, производственными площадками, от развития которых зависит развитие территории в комплексе. Поэтому нам важно, чтобы каждый крупный производитель в итоге получал те меры поддержки, которые ему нужны сейчас. В числе таких мер поддержки мы выявили, были вопросы субсидирования процентной ставки. Этот механизм не просто был принят, но и заработал. Дальше мы планируем начать комплексную работу по подготовке персонала для предприятий разных отраслей промышленности. С тем, чтобы у нас шла подготовка специалистов в дальнейшем на производство, начиная не только с... Вы имеете в виду что-то вроде заказа для вузов? Да, этот заказ для вузов сейчас реализуется, но на наш взгляд он еще недостаточно эффективен. То есть он работает по сталому алгоритму. В том, что база подготовительная в тех заведениях и в вузах, она все-таки сейчас сильно устарела. И предприятия ушли далеко вперед благодаря реализации федеральных целевых программ, благодаря тому, что на предприятиях уже новое оборудование работает, на которых, к сожалению, вузы и учебные центры не могут осуществить необходимую подготовку специалистов. Мы специалисты должны вести не только с первого курса, но мы уже в выпускных классах должны видеть тех ребят, которые готовы в дальнейшем свою жизнь отдать, стать инженерами и работать на благо оборонки, на благо химической промышленности. И нам очень важно этих ребят вовремя выявить, вовремя заинтересовать и добиться того, чтобы, окончив институт, они не ушли в торговлю, как это было все 90-е годы, а остались на предприятии. Нам же надо материально заинтересовывать. Безусловно. И в этой связи мы сейчас прорабатываем ряд вопросов. И, скажем так, пилотным проектом для нас станет программа развития инновационного кластера на базе предприятий ОПК. И вот там как раз рассматриваются меры привлечения специалистов и закрепления их на производстве, в том числе благодаря предоставлению жилья. Давайте вернемся все-таки к точкам роста. Интересно. Итак, химическое. Химическое промышленное раз. Дальше следует говорить, на мой взгляд, о металлургии. Потому что металлургия, как и химическая промышленность, она также в настоящее время занимает порядка четверти от объема отгруженной продукции. Соответственно, в точках роста у нас это АК Тулочермет, от которой мы ждем реализации и содействуем началу, старту долгожданного проекта сталепрокатного производства. Это, по сути, полтора миллиона тонн стали ежегодно. Это большой амбициозный проект. Металлургия – это не только Тулочермет. Это еще и Ревякинский металлопрокатный завод. Соответственно, что по Тулочермет, что по Ревякинскому заводу – это порядка 70 мегаватт дополнительной мощности, которую заводы получают одни для нового столепрокатного производства, и другие тоже также для столепрокатного производства, для производства новой арматурной стали. Это достаточно интересные проекты, они связаны во многом с реализацией проекта «Новая Москва», который находится рядом, и под которую мы будем производить сталь на Тульской земле. Соответственно, это две точки роста, касающиеся металлургии. Дальше у нас идет машиностроение. Машиностроение у нас точками роста являются, во-первых, наши оборонщики, инновационный кластер на базе предприятий УПК. Далее следует говорить о компании, которую я хотел бы подчеркнуть отдельно, «Трансмаш». Достаточно интересная точка роста. Только в прошлом году мы запустили «Гальванику» стоимостью 600 миллионов рублей. Мы кузнечно-прессовое производство также будем запускать. Я думаю, кризис не повлияет. Но рост промышленного производства невозможен без инноваций, правильно? Что в этой сфере делается? В этой сфере в прошлом году, на мой взгляд, прочный фундамент заложен благодаря принятой государственной программе. У нас до сих пор не было целевой программы, посвященной инновационной и научно-технической деятельности. В настоящий момент мы запланировали по отношению к предыдущему году в объеме 4 с лишним миллионов инвестиций, мы предусмотрели по сути пятикратное увеличение. То есть и в этом году у нас запланировано 20 миллионов на поддержку научно-технической инновационной деятельности. И вы лучше меня знаете про то, что у нас иной, более высокий статус получила премия имени Мосина. И мы говорили в прошлом году о том, что у нас впервые за 4 года заработали премия Стечкина и Ушинского, и мы возобновили эту практику. И дальше эту практику планируем расширять. А кто получает эти деньги? Это целевые деньги. Эти деньги получают научно-технические сотрудники, либо отдельные физические лица, либо предприятие, которое представляет на конкурсы научно-технические разработки. Люди, которые не задействованы в оборонке, они на какую помощь могут, точнее ученые, они на какую помощь тогда могут рассчитывать? Ну, во-первых, премии Тульской области, гранты Тульской области, все это есть. У нас возрождена премия имени Ушинского, которая предусматривает награду за гуманитарные исследования. Это лингвистика, это в том числе общественные и экономические науки. Наши отраслевые концепции, наши инвестиции, наша поддержка базовых отраслей промышленности – это не самоцель. Это, по сути, часть единой стратегии, стратегии социально-экономического развития Тульской области до 2030 года. И те отрасли, о которых я говорю, это, по сути, основа дальнейшего пополнения бюджета и улучшения качества жизни населения. Благодаря тому, что мы наполним наш бюджет Тульской области консолидированным, благодаря тому, что мы создадим новые рабочие места, выплатим за своевременную заработную плату и, возможно, еще и разовьем на условиях аутсорсинга средний и малый бизнес. Какой вы прогноз бы сделали на 2014 год? Ну, я не даю прогнозов, потому что, знаете, как мы рассчитывали на хороший старт в 2012 году, и форсайт-проекты были в этом году запущены. К сожалению, январь-февраль у нас было два крупных останова. На химических крупных производителях, на московский азот, на щекин азот были аварии. И тоже авария на Тулу-Чермет, в результате которой был останов в доме на печи. Это сразу огромные убытки, это сразу большой провал в производстве. И я прогнозов не буду давать, но я хочу сказать, что мы постараемся и обеспечим опережающие темпы роста промышленного производства в нашем регионе. Спасибо большое. Пожалуйста. Субтитры подогнал «Симон»